То есть, во-первых, праздник Петра и Феврония, нужно знать его историю, нужно знать историю Петра и Февронии, прежде всего, и святых, да, то есть Петр был, многие же не знают на самом деле, что, вот есть символ, есть Петр и Феврония, да, они символ семьи. На самом деле, Петр был болен проказой, а Феврония, она его от проказа ввязалась излечить, излечила, но сказала только в том случае, женись нам, не он сказал, нет, но она один струб оставила, Петр опять заболел, и тогда, вот когда она второй раз влечила, он, как бы, вынужден был на ней жениться. Я не хочу плохого ничего говорить о святых, тем более, я сам человек православный, но я бы такую жену себе не хотел. Это первое. Второе, что у нас как-то вот все делается не совсем красиво, я бы сказал, даже уродливо. Я о чем? Ну, не одни семьи. Вообще, день семьи, он должен 365 дней в году нормально быть, я понимаю, что это невозможно. Я понимаю, что это невозможно, что бывают какие-то ссоры, скандалы, там, разногласия, да, всеми. Дело не в том, в этот же день появляется информация о том, что Единая Россия, ее отделение, да, значит, нарисовало флаг. Оказывается, мне удалось пообщаться с депутатом Лисовинковым, как он фамилия его. Есть партийный дизайнер, я не знаю, может, к партийным риттерам пойти или поработать с ним, да, который нарисовал этот флаг. Значит, флаг будет в трех цветовых гаммах, это синий, белый и красный, да, цвета российского флага. Как он выглядит? Я, когда его увидел, я сразу почему-то у меня перед глазами стала картинка из «Кавказской пленницы», когда трус, балбес и бывалый стоят на дороге, вот, а на них несется этот автомобиль. На этом флаге папа, мама, дочка, сын и в середине маленький мальчик. Так вот, самое интересное, что этот маленький мальчик, он, видимо, был сиротой, потому что на флаге французской, на европейской организации за традиционную семью, который, ну, давайте называть вещи своими именами, художник Единой России украл у этой организации, подрисовали вот этого сироту-мальчика, который в середине. Почему? Оказывается, потому что в России традиции к многодетным, да, семям. Ну, я могу сказать, что в современной Франции есть семьи по 8, по 12 человек, это не редкость, да. Но это нам Лисовенко объяснил, что в России семьи многодетные сейчас, то есть три ребенка, это как бы, ну, в каждой семье, вот как выйдут, все идут по улицам, у них вот по трое детей. Да, то есть логотип украли, но господин Лисовенко, Лисовенко, по-моему, фамилия, я могу ошибиться, он убеждал в другом, что есть какая-то договоренность вот с французским офисом этой компании, которая позволила использовать этот логотип, а мальчика пририсовали. То есть я понимаю проблемы импортозамещения, но неужели нельзя было найти художника, я сам, кстати, рисую неплохо, мог бы что-нибудь им изобразить, да, и денег бы не взял. А я уверен, что вот, хорошо, если я ошибаюсь, что на этот логотип потратили какую-то сумму, а возможно, даже попилили, потому что я знаю, что в Латвии за один логотип там 30 тысяч евро, да, он стоил. Это три полоски вот такие, три полоски, 30 тысяч, ну, за каждую полоску по десятке евро, да, художник взял. То есть эта ситуация, с которой я столкнулся сегодня, она меня просто убила. Вот просто убила. Потом, зачем уподобляться гомосексуалистам? Это флаг гетеросексуальной семьи, я подчеркиваю. То есть вот я вижу уже по улице идет человек и несет флаг вот с этими людьми, которые стоят на дороге перед этим белазом, да, воображаемым. Но я его могу посчитать только за идиота, прошу прощения, да, потому что ходят гомосексуалисты по Европе со своими флагами, ну и ходите. А нам зачем доказывать? У нас традиции семьи были, есть и будут, испокон веков так повелось, да. И доказывать кому-то, причем они использовали в своей риторике, вот этот, Александр сказал, гей-горячка, это там на Западе гей-горячка, здесь никакой гей-горячки я не наблюдаю. То есть и вот ходить кому-то, доказывать с этими флагами, что-то потом, наверное, монетизация пойдет, маечки пойдут с этим, да, логотипом, бейсболки пойдут, кружки пойдут. Я, допустим, не куплю, потому что, ну, как бы логотип-то украли, а я скупкой краденого не занимаюсь. Вот поэтому мне как-то это странно. Мне бы хотелось только вот понаблюдать за развитием событий, да. Ну, хорошо, вы украли, вы там заикались и говорили, что нет-нет-нет, мы договорились с французами. То есть с кем договаривались? С кем? С теми странами, в которых сейчас, наоборот, пропагандируется гей-брага, действительно пропагандируется, где усыновляют детей, да, вот эти гомосексуальные пары. И поэтому, вот, на мой взгляд, людей, которые пошли по этому пути, вот украсть логотип, провозгласить его, да, каким-то новым символом, их просто надо наказать как-то. Я не штокий человек, я бы сказал так, кем ты был? В Единой России? Либо другую партию ищи, либо как-то, ну, соответствовать тебе уже поздно, уволен. Вот, на мой взгляд, вот так. Вот, вот так.